Привет, дорогие друзья! Меня зовут Лена Дритякова, я практикующий психолог-сексолог. И сегодня мы с вами поговорим про обиды, обиды в отношениях, как с ними справляться, как с ними работать. Это видео будет состоять из двух частей. Сегодня первая часть. И, разумеется, я напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, у меня есть инстаграм-канал. Вот подписываться можно вот здесь. Здесь сразу у меня, знаете, такой вопрос к вам. Хотели бы вы какую-нибудь, может быть, новую рубрику, может быть, какие-нибудь персонажи каких-нибудь поразбирать, может быть, какие-нибудь фильмы, что-то интересное, что-то новенькое, может быть, какая-то болталка с вами. Также пишите обязательно мне ваши вопросы, задавайте. Я напоминаю, что у меня есть рубрика «Воскресный вопрос-ответ», где вы задаете мне любые вопросы касательно психологии, сексологии, хотите личные вопросы. И в воскресенье я на них отвечаю. Можно под комментариями здесь, либо писать мне в телеграм, в инстаграм. И, конечно же, я напоминаю, что подписывайтесь, для меня это очень важно, это помогает развитию канала. Ставьте комментарии, ставьте лайки, колокола и вот это все. Хорошо, погнали. А что мы будем разбирать? Мы с вами разберем о том, как вообще замалчивание обид разрушает отношения. И на самом деле это одна из главных причин, почему отношения все ухудшаются, усугубляется все. И в итоге пара может либо расставаться, либо, опять-таки, к чему это может приводить. И мы с вами будем говорить о том, как проработать обиду. И я вам дам конкретное упражнение ближе к концу ролика. А вообще, откуда я изначально, почему я подумала про обиду? Был комментарий, я хочу его зачитать. С парнем три года, комментарий под моим роликом, одним из. С парнем три года меня часто бросает в идеализацию, то в обесценивание его. И в эти моменты очень... то в идеализацию, то в обесценивание. И в эти моменты очень сложно думать о... очень сложно. И думаю о расставании, а потом опять все заебись. Так же упала либидо и сложно заниматься сексом из-за накопленных обид. Можно ли как-то прожить эти обиды, чтобы жилось легче? Конечно же можно прожить эти обиды, собственно терапевты этим и занимаются. Ну и разумеется, обида это то, что очень сильно разрушает отношения. Когда-то что-то вы сказали, когда-то сказал ваш партнер что-то вам, что-то, знаете, то, что вас настолько ранило, и вы это не обсудили. Вы могли обидеться, вы могли показать, что вам это не нравится, но при этом вы не обсудили, вы могли сделать вид, что, ну окей, ничего не было. Вы могли обидеться, партнер попросил прощения, ну извини. Вы такие, ну ладно, чего уж там, а на самом деле это все у вас остается. Бывает такое, что даже, да, вроде мы проговорили, но не до конца, и опять-таки вот эти, знаете, остатки, они остаются. Но, что очень часто бывает, и вот напишите, как вы, как у вас это в отношениях, как у вас это в паре, часто, когда начинают разбираться вот эти разборки семейные, это, знаете, когда уже вот накопилось-накопилось столько злости, обиды, и вместо того, чтобы уже сесть и конструктивно поговорить о том, что, знаешь, там, вот ты мне вот сказал когда-то вот это, вот это, вот это, и мне было это настолько неприятно, допустим, да, там, ты сказал, что в паре злости, что твои проблемы, это твои проблемы, и мне это настолько было неприятно, потому что мы с тобой пара, потому что для меня очень важно, чтобы ты, чтобы я чувствовала, что ты мой ты, и ты, если что, меня прикроешь, так же, как я тебя. Вместо этого что происходит? Вместо этого начинается, как я это называю, кидание какашек друг в друга, начинаются взаимные обвинения, то есть здесь уже люди не начинают разбираться, не начинают искать диалог, не начинают искать способы сказать, а что действительно мне больно, почему мне больно, и давай сядем и разберемся. Люди начинают, ага, а ты, а ты, а вот ты так делаешь, то есть начинается общение через обвинение, и в общем очень часто происходит так, что если люди не разбирают конфликты, не разбирают обиды, это все как снежный снежный ком наваливается, и вообще общение может превратиться только в то, что, знаете, привет пока, кушать вот здесь, и взаимные обвинения, то есть все общение во взаимных обвинениях. У кого-то откликается, напишите, да, вот встречались ли вы с таким. Тоже очень важный момент, почему я говорю, что обиды стоит, важно проговаривать, потому что, вот тоже вспомните, бывает, было ли у вас, есть ли у вас такое, что что-то партнер сказал, а вы до сих пор помните, знаете, прошло уже 10 лет, прошло уже 7 лет в отношениях, а я до сих пор помню, как мне было больно, когда он мне сказал, когда он мне сказал, возможно, потому что я не хочу детей, что мне нравится там кто-то другой, вроде как в шутку, про там предыдущие отношения, то, что вас сильно укололо, как-то, может быть, посмеялся над вами, она посмеялась над вами, а вы до сих пор это помните, вы вроде бы не обсудили, но окей, окей, может быть, даже это была какая-то какая-то шутка, но вас до сих пор вот оно проедает и остается вместе с вами. Еще, знаете, один из способов, и это настолько, ну, губительный способ для отношений делать вид, что ничего не произошло, играть в молчанку вообще, либо, знаете, делать вид, что ничего не произошло, потому что, почему это происходит? Я настолько не готова, не хочу, боюсь идти в конфликтные ситуации, а проговаривать обиду, это, ну, как будто бы вот идти в конфликтную ситуацию, это отстаивать же себя, это говорить, что мне что-то не нравится, давай обсуждать, но для очень многих это видится именно то, что все, это обязательно будет конфликт, а я не хочу, лучше вот я замолчу, лучше сделаю вид, что ничего не произошло, я проглочу эту обиду, завтра забуду, да, тоже психика так может защищаться, защищаться, а, все, завтра забуду и ничего, это часто бывает у тех взрослых, когда они были маленькими детьми, их родители, если ссорились, если они видели постоянно, это если они жили в такой атмосфере молнии, да, когда родители кидали друг в другую молнии, то дети выросшие уже не хотят вообще никакого конфликта, не боятся этого конфликта, хотя опять-таки задача отношений, задача брака, ну не важно, не обязательно брака, а отношений, чтобы вы как раз научились правильно конфликтовать, это одна из самых больших проблем, когда мы в отношениях 10 лет, а конфликтовать правильно, грамотно, без всяких там обвинений мы так и не научились, но опять-таки, да, здесь идет на помощь психолог, ну вот, и это момент о том, что, конечно же, нет, нужно понимать, что обиды это не проговаривание конфликтов, это не про то, что всегда обязательно будет какое-то недовольство, и будет какой-то, за этим будет конфликт, за этим будут дополнительные обиды, если правильно уметь разговаривать, если правильно говорить о своих чувствах без обвинений, без нападений, тоже так, потому что очень многие начинают нападать, а ты вот сказал вот это, а ты-ты-ты, да как ты мог, и все, второй партнер начинает защищаться, и про молчанку, да, я еще тоже в момент сказала, что часто очень выбирают такой путь, к сожалению, вот сегодня поругались, потом мы молчим, мы не разговариваем, у всех по-разному, кто-то не разговаривает, там только сутки, у кого-то это просто безумные истории, когда родители могли не разговаривать месяц, да, вот рассказывают, родители не разговаривали неделю, две недели, месяц, они просто не разговаривали с собой, для ребенка это, конечно, что-то ужасное, а потом делают вид, что ничего не бывало, да, потихонечку начинает отходить, опять-таки проглатывать вот эти обиды, эмоции, чувство, что, да, там, я не нужна, что меня обесценивают, я не нужен, меня обесценивают, и все, а на следующий день, да, там, либо через какое-то время, делаем вид, что все хорошо, что ничего как бы не было, проехали, да, вот такое, ну, проехали, и опять-таки, в чем проблема, в том, что все как было, так и не остается, когда молчанка у вас, когда вы заплатываете обиды, когда вас что-то не устраивает, когда вас что-то обижает, вы не говорите эту партнеру и партнер, и все это остается на тех же местах, да, поведение, оно не меняется, ситуация остается, поэтому в том числе очень важно проговаривать те вещи, которые вас не устраивают, те вещи, которые вас обижают. И здесь очень момент интересный, да, девушка написала, что так же упала либидо, и сложно заниматься сексом из накопленных обид, и это точно так, точно правда, что обиды, они для многих, кто-то мирится с помощью секса, для кого-то, наоборот, очень сложно ложиться в постель с тем человеком, которым я смотрю и думаю, о, хрен, ты меня обидел, я ненавижу тебя, да, мне больно и неприятно, это считается, как бы, что самый близкий человек, поэтому действительно не выговоренные обиды, не проработанные эти обиды, они часто ведут к тому, что желание сексом заниматься с этим человеком, оно пропадает. И что с этим всем делать? Ну, во-первых, если, 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 если говорить, собственно, да, об обидах, не копить это, что очевидно, Кэп, первый момент, это терапевтическое письмо можно прописать, если вас захлестывают эмоции, причем, знаете, это обидно, и сейчас не обязательно с партнером, это с кем угодно могут быть, это терапевтическое письмо, обиды на маму, обиды на папу, обиды на бывшего партнера, на бывшую подругу, коллегу, все что угодно, вот если уже прошло 10 лет, а я раз вспоминаю, думаю, вот, сука, вот, а вот меня обидел, вот мне так было больно, пишите терапевтическое письмо, что это такое? Вы пишете письмо вот вашему обидчику, но вы никому не отправляете это письмо, поэтому, когда вы будете его писать, ни в коем случае никак тебя не цензурите, не думайте о том, что так вот это можно писать, вот это нельзя писать, вы это письмо никому не будете показывать, оно только для вас. Мне забыть жестко сегодня, ай-яй-яй. В этом терапевтическом письме вы прописываете первое гнеб, я злюсь на тебя, я в бешенстве на тебя за то-то, 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 а вы начинаете письмо, типа там, как угодно, дорогой, то-то, то-то, ну или недорогой, там, Миша, забыта, и пишите, я злюсь на тебя, там, Алена, и пишите, я злюсь на тебя за то, что ты со мной так поступил, за то, что ты мне вот это вот это конкретно сказал, за то, что ты вот так-то так-то себя повел, все-все-все, что у вас болит, просто прописывайте, прописывайте, прописывайте. Следующее, это обида, я обижена на тебя за вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Третий пункт, это сожаление, мне жаль, здесь все что угодно. Мне жаль, что я так отреагировала, мне жаль, что я сейчас вижу такие последствия на себе из-за тех слов, что ты мне сказал, мне жаль, что сейчас у нас нет секса из-за того, что, возможно, я вовремя не подошла, я не сказала, мне жаль, что ты вовремя не подошел, все, что приходит у вас в голову, здесь нету правила, неправильно. Четвертый пункт, это называется любовь, либо прощение. Если у вас, вы понимаете, что вы готовы написать, что я люблю тебя за вот это, вот это, вот это, вот это, либо я благодарю тебя за вот это, вот это, вот это, я прощаю тебя за вот это, вот это, вот это, пишите. Если никак не хочется писать этот пункт, какое любовь, какое прощение, вы о чем? Тогда вы не пишете этот пункт. И следующий, последний пункт, очень важный, обратная связь. Вы пишете, я хочу, чтобы ты сделал вот это, вот это, вот это, вот это. Я хочу, чтобы ты мне сказал вот это, вот это, вот это. Потом вы как будто бы отправили это письмо вашему обидчику, и как будто бы ваш обидчик прочитал это письмо и пишет вам ответ. И вы сидите и пишете ответ себе, разумеется, вы не знаете, как он сказал бы. Либо у вас может быть начаться сопротивление, ой, да он ничего бы не сказал. Сядьте и попробуйте написать. Потом вы как будто бы прочитали уже письмо это, и вы ему уже отвечаете. Важный момент, что вот эти по этим пунктам гнев, обида, сожаление, любовь и обратная связь только первое письмо, когда вы ему пишете, только первое письмо по этим пунктам. Вы прописываете гнев, обид и сожаление, вот по этим, по этой структуре только первое письмо. А дальше уже все, в свободной форме. Пишите письма до тех пор, пока все уже будет, нечего сказать. Все, прописали вот эти основные обиды. И если этого достаточно, так же можно, знаете, писать человеку, который уже умер тоже. Если этого достаточно, то все. Если вы уже хотите это проговорить частично с вашим партнером, то есть смотрите, так классное упражнение, вы весь гнев уже свой слили, и вам уже намного легче прийти и не конфликтовать, да. Уже в более мягкой форме прийти к партнеру, там, кому угодно, и сказать, слушай, вот меня больно, вот это, вот это, вот это, вот это. Разумеется, использовать я высказывание, говорить о чувствах, не нападать, потому что мы очень часто начинаем нападать. Да ты, ты такая сволочь, да ты вот так поступила, да как ты мог, а ты не подошел ко мне, я так ждала, там, все что угодно, да. Очень важно использовать техники. Я сообщение, я высказывание, насильственное общение. У меня был вот, 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 будет ролик, про который я рассказывала, что такое я высказывание, когда мы говорим о чувствах. И еще тоже очень важный момент, если вас захлестывают в эмоции, если вы понимаете, что настолько вы уже, вас просто колбасит от вашего партнера, но вы все равно хотите поработать над отношениями, но вы понимаете, что я сейчас вроде бы и хочу мирно к нему подойти, сказать о том, что, там, я на что-то обижена, я хочу об этом поговорить, не знаю, пойти, там, к психологу, но вы думаете, что он вам что-то ответит, и все, вас понесет, вы не сможете обладать, обладать, не обладать, вы не сможете утихомирить свои эмоции, поэтому тоже напишите, вы можете написать, опять-таки, с позиции я высказывание, и уже либо с этим письмом прийти и зачитать, иначально сказав, пожалуйста, слушай, не прибивай меня, для меня очень важно. Но в этом письме вы будете больше говорить про себя, о том, что меня, дорогой, это обижает, я хочу это проработать, меня волнует, то-то-то-то-то-то-то-то. Там не нужно писать уже, вот, я злюсь, я тебя обижаюсь, там, я обижаюсь, я злюсь, ты вот такая скотина. Нет, да, это уже совершенно другое письмо, и с этим письмом вы просто вам подсказка для того, чтобы не выйти на сильные эмоции, не обидеть партнера еще больше, и не превратить это все в еще больше конфликт. Еще раз, да, вот использование я высказывания, это значит, не ты, это не значит, что ты урод, я считаю, ты урод, да, а о том, что мне больно из-за вот таких-таких, таких там высказываний твоих, потому что я чувствую себя вот так-то, так-то, так-то. А не просто, как ты мог саму так, саму так разговаривать, да. И еще один момент, последний, у кого очень хорошо рефлексия, кто очень хорошо в эмоциональный интеллект, понимает, что у него, может копнуть немножечко поглубже, ну, собственно, этим занимается в терапии, понимать, а что стоит за обидой, и это проговаривать, да, например, ну, я накричала на тебя, я накричала на тебя не потому, что я хотела сделать тебе больно и неприятно, а потому что я боюсь за наши отношения, потому что я, ты мне дорог, потому что я боюсь, что я тебе не важна, не цена, и вот я сейчас на тебя накричала, мне-то хотелось услышать, что да нет, и что, там, я это сделал, потому что, там, люблю тебя, ты-ты-ты-ты-ты, ты для меня очень важна и цена. Вот, так что так, так что так, ребятушки, на сегодня все, и переходим мы в следующее видео, это будет вторая часть, также, да, будем чуть-чуточку больше говорить о том, что вообще, если, знаете, вот так звучит, когда твое мнение не считали важным, и никто не спрашивал о твоих чувствах, как научиться разговаривать о своих чувствах с партнером и не замалчивать обиды. Не замалчивать обиды мы сказали, а вот если страшно, будет во втором ролике, что с этим делать, как. Не переключайтесь.